Ты. Сторон проведет первые 15 раундов. Узнаем уже через несколько секунд. Судя по всему, Саймон будут выбирать себе сторону. Загоняют они Джерри. Ух ты, кстати, один в три сейчас может ножи вытащить. Остался уже один на один против Нилана. Итак. Действительно интрига. Но я думаю, сторону обороны должны выбирать те, кто выигрывает. Джерри очень сильно сейчас рискнул. Ну, начинается уже в чате перепалка небольшая. И в итоге Нилан ставит точку в этом ножевом раунде. Саймон будут выбирать сторону. Итак. Да, все верно. Начинают за оборону. Друзья, пишите обязательно в чат, за кого пришли поболеть. Я думаю, сегодня у нас должно быть довольно-таки много зрителей, желающих данную баталию пронаблюдать. И, конечно же, если собираетесь сделать ставку на этот матч или же на другие, то переходите на париматч. Вот такой вот желтый логотип, как вы видите, внизу экрана. Есть похожий снизу под трансляцией. На него можно нажимать. Кстати говоря, там есть стопроцентный депозит, если сделать все так, как нужно. Ну, а мы смотрим пистолетный раунд под номером один. Погнали, друзья. Форс в атаке. Уже намерены атаковать Аплэн. Но тут очень своевременный поджим ямы. Кстати говоря, много информации сейчас. Ну и для Форс, соответственно, тоже. Два человека на яме. Можно их запушить. И уже начинает заходить на точку. Торик борется до последнего. Какие же два хэдшота невероятные мы от него увидели. Но, несмотря на все это, Форс все равно в равной для себя ситуации устанавливает бомбу. Флиц, подобранным юспом, не смог прикрыть тиммейта. И теперь вынужден с четырьмя хелцпоинтами добивать последнего. Перфекто. Это действительно было перфекто. Обожаю такие пистолетки, которые сразу же настраивают нас на темп игры. Ну, видимо, сегодня действительно игра будет невероятно крутой. Саймон проиграли пистолетку. Хотя были близки к победе. Но теперь у них экономический. ЦЗ для Нилана, два пустынных орла и все. Больше ни на что денег тратить не стали. Форс уже вылетают на точку Б. А в пятером начинают здесь разваливать соперников. Остается только Нилан и Торик. Он все экономически должен проходить без сюрпризов. Ну и желательно, конечно, больше уже никого не терять. Три фармгана на руках. У Экси Пауэра, по-моему, тоже был фармган. Но Торик собирается один из девайцев соперника унести в следующий раунд. То Саймон будет уже оружейным он. Напомню, друзья, что прямо сейчас мы смотрим за матчем результат, которого довольно-таки важен. Команда-победитель проходит уже в плей-офф стадию. Выигрывая три бест-офф-один встречи из трех на турнире Калашников Кап-2. Соответственно, ну, минимальное количество энергии затрачивая на все это дело. И Саймон и Форс пока что идут 2-0 по швейцарской системе. И переиграли довольно-таки крутых соперников. Об этом чуть позже. У нас пока что оружейный так называемый раунд под номером один на карте. У Саймон имеются стурмовые винтовки в количестве пяти штук. Очень мало гранат, ни одного набора сапера. Не занимая центр, ни те, ни другие. Но на самом деле тяжело. Тяжело будет, несомненно, сейчас в обороне. Имея на данную секунду один смоук и две флешки выигрывать. Ну, Нил на хорошей позиции. Например, все-таки центр он просматривает. И подсадку в окно тоже. Но мы с вами уже видим, что Форс планирует раскидывать аплэнд. В скором времени сюда выходить. Там два опорника. Рамзик, Торик. Торик, кстати говоря, в упоре. Да, под коврами. Прочекают ли его. Уже красным остается фейскрек. Его добивает Торик без проблем. Также здесь перекрестный огонь. Рамзик не без фрага. Но их обоих уже выключают. И 3 в 3. Бомба устанавливает флит. Также очень сильно красный. Нужно ему уйти. Но позиция на... Ага. Решили поменяться девайсами. Очень быстро пока лежит смок. Кстати, ну вот рисковали. Но успели все-таки занять хорошие позиции. Ну и что? Нилан. Перфекто. Келс. Будут стараться выйти на ретейк. Времени у них очень мало. Напомню, китов изначально не было. Есть размен. Есть Джерри, который открывает с ковров. Находит минус по флиту. И все-таки Перфекто здесь также борется. 13 хп. Нужно садиться и минировать прямо сейчас. Иначе он уже не успевает выиграть. Но и он действительно не успевает выиграть. Также с 13 хелс-поинтами он уже вряд ли выживет. Вероятнее всего. Интересно, автокамера решила сработать. Взорвется. Нет. Кстати говоря, нет. Взорвается именно Джерри. Перфекто уносит снайперскую винтовку в раунд под номером 4. Но тем не менее, победу в третьем одержала команда Форс. Интересное начало. Да, действительно, фаворитами являются сегодня у нас не Саймон. Но чувствую, что какие-то интересные моменты мы будем смотреть. И со стороны этой команды. Рамзик опен фраг. Да, именно отталкиваясь от снайперской винтовки. От того, что три раунда проиграли. Соответственно, денег получили чуть больше. Приняли решение, Саймон, именно играть оружейный раунд. Но тоже довольно-таки рискованно. Три Фамоса. Докупили также Скаут. Гранат вновь. Дефицит. И одни киты у Перфекто. Что ж. Возможности разменять у Форс не было. Поэтому изначально вчетвером вынуждены играть этот раунд. Бомбу оставили на респауне. Пока что действует довольно-таки растянуто. Где-то нужно подловить какую-нибудь халяву. Восстановить паритет поживой силе. И впоследствии уже отыгрывать от этого. Но вот сейчас чуть не подставился еще и на яме игрок. Это был Алмазер. С Молотовым мог здесь прощаться с жизнью. Но этого не произошло. Тем не менее, он никого не убил. И 40 секунд. Все-таки будет выход на А. Попытка засплитовать точку. Будет задействован также коннектор. Но Саймон нужно как-то именно на размены выходить. Любые сейчас будут именно в их пользу. Нилан со скаута принимает выход с ямы. Фейскрэк погибает. Получив одну лишь со скаута пулю, но в голову. Джерри находит перфекту на шарте и 3 на 4. 15 секунд. Бомба у Флита. Но ее нужно еще и ставить. А тут Торик врывается с Фамосом. Забирает Джерри. Торик погибает. Вслед за этим. Но Рамзик. Даблкилл с ВП. Триплкилл суммарно в раунде. Саймон забирает свой первый. И отвечает довольно-таки быстро. И все-таки тут нельзя сказать, что явные фавориты этого матча Форс. Карта. Дэмми раж. Бестопадин. Встреча. Я рассчитываю увидеть здесь очень плотный счет. В конце концов. Что ж. Форс. Лишились возможности полноценно закупаться. Но все же решили деньги свои потратить. И 4 пистолета АК-47. Все, что у них есть в пятом раунде. Раскидка на точку Б. Быстрый врыв сюда. Кеос. С АК-47 трофейного ставят первый хэдшот. Перфекто все-таки погибает. Но мне кажется, Кеос не намерен быстро сдаваться. Дабл есть. Третьего. Не самым уверенным спреем. Но все-таки добирает. А тут патроны в магазине заканчиваются. И хэдшот прилетает от Алмазера. 2 на 3 ситуация для него и Флита. Времени много. Но, понятное дело, что все опорники точки А уже стянулись сюда. Флит. Хороший пропрыг. Алмазер. Ну, вот тоже тут не совсем законтролировал спрей. По итогу только лишь один минус. И ситуация для Флита 1 в 2. Торик хорошую позицию занял на шарте. Очень своевременный. И никак его там Флит не ожидал. Выход на ничью. Судя по всему. Именно на счет 3-3. У нас от Саймон. Форс не покупает ничего, кроме одного Дезертыгла. Его берет Алмазер. И будет пытаться реализовать этот пистолет на центре карты. Великолепно уже реализует. Рамзик отправляется смотреть за своими тиммейтами, которые в меньшинстве вынуждены доигрывать. И без снайпера. Что самое неприятное. Киос здесь не пропускает подсадку в окно. Но она действительно была максимально здесь ожидаема. Также погибает Джерри. И все, уже преимущество террористами упущено. Там и правда очень хотелось АВП. Поэтому рискнули. Риск не был оправдан. Но Алмазер с Деглом все еще жив. А значит надежда есть. Хэдшот еще и по Кеозу. Почему бы и нет? Выигрался здесь игрок Саймон. Так и норовил открыться прямо на прицел. Алмазера не остановит сегодня никто. Он щелкает третьего. Подбирает М4 флит. Также здесь АВП нашли. Таки в окне. И видимо это будет раунд имени Алмазер. В соло, закупив единственный Дегл, всего 700 долларов потратила вся команда Форс в этом раунде. Но вот он Алмазер погиб. Есть информация вроде как по Торику. А вот по флиту судя по всему не было. Прикрывает имейт. Он забирает игрока обороны. И перфектов с китами остается один против двоих. У него также есть молотов. Но он откидывает его не совсем в нужную позицию. Как будто бы сам это знает. Не чекает, что кто-то будет выходить. Смог. И попытка ниндз диффуза. Хотя тут флит с КТ явно не упустит возможности забрать кого-то в дыму. Замечает. Перфекту. Ну, четкий прострел. Это четвертый раунд для Форс. А вот теперь уже действительно... Звоночек для Саймона. Такой раунд отпускать нельзя было никак. Но что вы будете делать, если Алмазер ставит такие невероятные хэдшоты? Это не контрится. Абсолютно никак. В седьмом раунде. Теперь уже у Саймона пистолеты лишь только на руках. И три недефолтных. Будет ли ответ или хотя бы попытка? Судя по всему, нет. Ну, Форс уже здесь отыгрывают четко. Против пистолетов. Могут даже никого не потерять в этом раунде. Заработать очень много денег. Ну, это будет круто. Драмзикс Перфекту уже боятся просто куда-то вылезать. Пятый раунд для Форс. И что там будет по деньгам? У Саймона, ну нет, все будет хорошо. Можем здесь посмотреть, что они получат по 2400. Байя будет отменный. Флит. Именно он сейчас занимает первую строчку по убийствам. На сервере 11 киллов 3 смерти. Алмазер, кстати. Всего 7. То есть его 3 хедшота. Это невероятный импакт вообще для команды. Он действительно перевернул игру на ранней ее стадии. Икси Пауэр пока что 0 на 5. Снайпера в команде Форс немного не хватает. Но на самом деле можно было бы сказать, что в принципе пока и без него все получается. Но рано или поздно нужно, чтобы Кси Пауэр тоже вступал в бой. Итак, поехали смотреть очередной оружейный раунд. Саймон снова не берут ни одного набора саперов. А вот зато снайперских винтовок будет целых 2 штуки. Мы по гранатам опять же скудно. Кеос под флешку тиммейта пытается чекнуть под Б. Ну, просто-напросто никого не замечает. И там контакта не будет. Видимо, через андеграунд игроки атаки проходят на центр и будут сплитом, возможно, пытаться занимать. Кси Пауэр со старта выйдет. Но сначала за бомбой. Да, прослеживается вновь стратегия нападения на точку А. Кстати, нет, на центре кси Пауэр не будет. Ждем раскидки. Планомерный выход от Форс. На средних таймингах действительно мы сейчас будем с вами наблюдать. Нивлн уже открывает раунд своим убийством. Рамзик подключается. Алмазер погибает. 3-5. Ну, теперь уже очень тяжелая ситуация. Тут все очевидно для Саймон. Все-таки Рамзика удалось добить после единственного его промаха. Одна ошибка и тут же за нее наказывают. Торик забирает флита. Не с самой дефолтной позиции. Да, тут чекать вряд ли бы кто-то стал. И второй минус, являющийся также последним в раунде. Третий для Саймон. Ну, пока что борьба есть. Пока что. Никакой односторонний. Все же, если бы Форс не брали экономически, то кто вообще знает, что бы здесь происходило. Сейчас. Итак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А первого-то минуса мы даже не видели. Что вытворяет Рамзик сейчас на миде? Он забрал всех, кто здесь был. И снова ситуация 3-5. Но тут уже совсем. С самого начала раунда для Форс. То есть, Крэг отвечает своей агрессией. Забирая Торика. Но тут на Нилу на открываться уже было действительно. Чересчур рисково. Джерри с Алмайзером против четверых. Видимо, просто зайдут на точку А. Сейчас. Даже сильно ждать не будут. Долго ждать. Что ж, Рамзик. Третий. Ну, давайте квадр от Рамзика здесь. Действительно, этого-то мы и ждем. Кажется, это должно случиться. Нилу подарил свою жизнь. Как будто бы специально, чтобы Рамзик практически вышел на эйс. Но действительно, эйс там не могло быть. Тактическую паузу просит Форс. Будет ли она? Да, действительно ставится. Ну, вот теперь уже точно. В прошлый раз, когда я сказал, что выход на временную ничью должен быть, не случилось этого. Сейчас я крайне сомневаюсь, что Саймон будет повторно допускать такие ошибки. Что ж, друзья, давайте немного чат оживим, что ли. Заходите туда и пишите свои предикшены на эту карту. Давайте плюсы за Саймон, минусы за Форс. За кого пришли поболеть, узнаем, кого больше. Болельщиков Саймон, либо же болельщиков Форс. Плюс за Саймон, минус за Форс. Но я вам напомню, что, да, 2-0 идут и те, и другие. Форс переиграли Джианс и Эго. Оба матча со счетом 16-8 закончились в пользу российского коллектива. А вот Саймон переиграли Movie Star Riders. Также они одолели на турнире Калашников Кап-2 коллектив под названием Unicorns of Love. Да. Кстати, то, что они обыграли Unicorns of Love, это показательно. Так как сейчас Unicorns of Love идут уже 2-1 именно к победе и к своему плей-оффу. Что-то вот, друзья, не особо активные. Ну, кстати, за Саймон я вижу даже чуть ли не больше болельщиков у нас. Так. Я, конечно, прошу прощения, но тут как бы 10-й раунд начался. И Форс не совсем экономически сделали. 2К до 2000 закупились. У них имелся АК-47, который вроде как был очень круто реализован. Но вслед за этим мы видим, что выход на точку Б аркадой не получился. Эффекта трипл килл. И Кеос ставит последний минус. Очень быстрый раунд. Можно так сказать. 5-5. Все еще абсолютно не ясно, кто поддержит победу на первой половине. X-Power. Насует Торика. Агрессия под Ямой. Не уменьшалась успехом. Соответственно, теперь. Должна быть где-то еще. Агрессия, которая, соответственно, нивелирует ошибку Торика. Ну, либо же не совсем его ошибку. Может быть, ему кто-то велел так поступить. Выход под Б. О, это, кстати, хорошее решение от Форс. На средних таймингах сейчас атаковать эту точку здесь с перфекту. Очень странно. И почему-то выбрал именно этот тайминг для того, чтобы откинуть флэш. Ну, и на него начинают открываться соперники. В предыдущем раунде вроде получилось очень круто отыграть здесь с Аугом. И вот в этом раунде первое, что делает перфекту, это выбивает бомбу. Приходит на помощь Рамзик. С ним справляется поискре. Какой хэдшот. Смог против перфекту. Киос 1 в 3. Есть АВП. Есть. Пробитие по Джерри. Теперь по нему уже так же попадают. По ноге. Киос отстреливает Ксипавра. Бомба установлена. 3 хелс-поинта. Но это не суть. Важно, если снайпер попадет одной пулей. Фейскрэк. Но крестировать не стоит. Бомба стоит. Время играет на него. Гранат никаких. И понимание, где сейчас именно соперник так же немного. Вот это, конечно, осколочное убило бы Киоса. Но в случае с фейскрэком абсолютно он ее не почувствовал. 3 хелс-поинта для фейскрэка. Это немного иная штука. 6-5. Форс выходит вперед. Вновь. Пока что Саймон, насколько я понимаю, ни разу по счету на карте не лидировали. Но догоняют. Из раза в раз и держатся на уровне. Ну вот в 12-м раунде опять мы видим слабоватый сетап по девайсам. АВП для Рамзика, которого в принципе может быть достаточно. Также 3 пистолета и МП-9 у Торика. На центре никто конкуренцию Форс не решил. А, вот он раундик. Понятно. АВП отдано и надежды на победу в раунде меньше стало. Хотя Торик сейчас немного ее возвращает. Также подбирает СГ вместо МП-9. Проблема в том, что расстановка Саймон немного выглядит странно в случае, если пойдут Форс на А. Немного не угадывают здесь игроки обороны. Ну, либо же сильно не угадывают. А вот он и Торик, да, кстати говоря. Тут единственный девайс, но очень не по таймингу. Как-то отвернулся над коннектором. Так, ну теперь хоть что-то должно быть от Кеоза, либо же от Нилана. ЦЗ-шка реализована. Бомба все же фейскреком установлена на точке А. И без китов идти в ретейк практически невозможно будет. Эффект он у Деглея зачем-то пушить его. Пошел к Сипауэр и подарил. Весьма дорогостоящий девайс. Ну, теперь может быть подсейвить? Почему бы и нет? Кеоз, неужели пойдут до конца? Они пойдут до конца и не успеют выиграть раунд? То чувство, когда за 2 секунды до того, как стало очевидно, что Саймон выигрывает раунд, я сказал, что им надо сейвить. Ну вот, вот и ошибка от Форс, довольно-таки критическая. Ее допускать нельзя было. Ну, Карма возвращается немного на место. Напомню, Форс выиграли экономически с одним Дезертыглом и четырьмя оглоками. 6-6. Неужели первый для Саймон момент, когда они могут выйти вперед? Да, кажется, они не упустят свой шанс. Кеос, трипл, килл под Б. Ну вот тут уже команда Саймон может выходить на стабильную финансовую вставляющую, хотя бы под конец первой половины. То есть Крэк. Ой-ой-ой-ой, не полетела с дегла, однако все-таки добивает Рамзика под конец. Но не факт, что это сильно повлияет вообще на исход 14-го, либо же 15-го раунда. Ну что ж, да, Саймон впереди. Ну и, кстати, еще не факт, что сильная сторона на Мираже сегодня у нас это оборона. Итак, снова две снайперские винтовки. В ответ Акси Пауэр, понятное дело, со своей, уже реализует ее. Кстати, 3 на 11 сейчас статистика Акси Пауэра. Быстренько я решил проверить. Да, пока что все еще, можно сказать, не летит. Выступает размен. Торик закрывает Джерри на точке А. И даже, кажется, сумел он уйти. Киос на коннекторе против Фейскрека не справляется. И бомба осталась лежать на яме. За ней необходимо все же вернуться, так как возможность ее установить прямо сейчас упускается. Рассеивался Смоук перед Ториком. И он отправляет Фейскрека на отдых до конца раунда. 50 секунд. Перетяжка от Акси Пауэра и Алмайзера на Б. И, кажется, ее Перфектус сейчас может пресечь. Ну, он ее хотя бы запалил. Выбить бомбу сейчас бы. Это была бы уже однозначная победа в раунде. Но происходит не это. Происходит целиком и полностью читаемая Саймонами ситуация. Выход от Перфекта в спину. И неужели он заберет двоих? Да, происходит именно это. 8-6. Половина за Саймон. Последний раунд первой половины. Также должен уходить именно этой команде. У Форс не единого девайса. А нет, вот Галил хотя бы для Алмайзера появился. 4 Чешки. И раскидка какая-никакая на быстрый выход под точку. А этого хватит должно. 3 Смака, 3 Молотова. Ну, пока что, конечно, нужно ждать. Дымовые гранаты от Саймон. Две штуки. Лежат и не дают возможности даже увидеть что-либо. Так, Рамзик замечает фейскрека. И точным выстрелом его аннигилирует. Далее Торик на КТ. Его, кстати, возможно здесь ждать не будут. Хотя, не важно. Ждут, не ждут. Минус по Джерри залетает. Волниеносно. Решили допушить все-таки Торика. Справляется с этим Флит. Но вряд ли он будет жить долго. Хотя там и Кси Пауэр минус по Нилну находит. А это еще и бомба была у Флиты. Вот. Если бы он ее терял в самом начале. Ну, то есть не ясно, почему он вообще решил пушить КТ. Видимо, по-другому было нельзя. И теперь Кси Пауэр заходит в спину. Кстати говоря, Рамзику. Это будет легкое убийство, судя по всему. Да, вот он уже нацелился на голову. И, возможно, на живое сейчас. Ранение смертельное получит Рамзик. Ой-ой-ой-ой. Решил Кси Пауэр немного поиздеваться. Рамзик, кстати говоря, просто по таймингу решил как раз повернуться. Проверить спину. Конечно, он ничего не почувствовал. Когда на него взгромозился Кси Пауэр. Но теперь ищи установленные бомбы. Это будет очень красивый клач, если все-таки он случится. Кси Пауэр уходит на КТ. А заметил ли это Перфектус? Скорее всего, не заметил. Но догадываться может. Флешка. Кси Пауэр остается отыгрывать вот именно отсюда. Киты есть так. А теперь может быть прострел. А вот это, конечно, уже не очень. Красивого клача под конец первой половины мы не увидим. Мы увидели закономерную победу от Саймон. И счет 9-6 в их пользу. Знаете ли, счет довольно-таки неплохой. Солидный, я бы сказал. В случае победы в пистолетном раунде Саймон могут закрепляться уже довольно-таки круто. Напомню, друзья, что у Калашников Медиа есть партнер Паримач. Вы можете делать там свои ставки. Также переходить по ссылке в чате и получать бонус к депозиту 100%. Саймон, неужели Аркада точки Б на пистолетном кажется? Да, Джерри готов ли? Упорная позиция. Отличный хэдшот. И он еще и может второго наказать. Нет, Кео справляется под флешку тиммейта. Еще и флита забирает. Б-плэнд вскрыт. И форс. Нужно выходить на ретейк. Втроем против четверых. Тяжелейшая ситуация. Китов на руках ни у кого нет. Были ли они? Изначально не помню. Фейскрэк. Выключать перфекто. Кеос. Хорошая позиция. Хороший хэдшот. Рамзик. Ну и еще раз Кеос. 10-6. Четырехраундовое преимущество за Саймона. Они могут его еще сильнее наращивать. Итак, ну как бы фавориты матча, фавориты встречи. Форс сейчас уже начинают немножечко, возможно, нервничать. Что происходит сейчас? Они угадывают. Хорошо. Ну просто по расстановке очень забавно. Как будто бы в чате списались. Давайте-ка этот раунд на А отыграем только. Без Б. Ну в смысле. Это не ответ. Это дополнение. Ладно. Итак. Флит с фейскрэком. Ну и Рамзик здесь решил немножечко еще поиздеваться. Как бы да, он копит на АВП, поэтому с юспом. Ну хоть что-то залетел красивый, так еще и против фейскрэка вообще сквозь тиммейта. Залетает минус 11.6. Первый девайсный для Форс. Ну вот не знаю. Ладно, пока ничего страшного, наверное. Но если сейчас проигрывают его, будет страшно. Так как деньги у контртеррористов не появляются. Настолько быстро, насколько у игроков атаки иногда. Две узихи Саймона оставляют. И в 18 раунде принимают решение вновь зайти. На Б. Торик же фейкует под А одной флешкой. И да, видимо, это все, что у него будет там. Ну также он, конечно, чекает, никто ли не будет поджимать. Это также важно. Не он. Проверяет миф. А вот, кстати, не факт еще, что пойдут на Б. Казалось просто, что... Это может случиться очень скоро. Ой-ой-ой, Алмазер здесь против Кеоза замечает. И это хэдшот. Да, здесь реагировать было действительно тяжело. Опен фраг за Форс. Из гранат у самих осталась одна флешка. Поэтому надо вытаскивать за счет стрельбы. Торик забирает бомбу. 35 на часах секунд. Да, это будет все равно Б. Вектор атаки не поменяли. В результате Саймон, но... Что ж, тут очень важно, кто даст опен праг именно вот в этом моменте. Выходя на точку Б. Просто если это будут не Саймон, а вот все-таки это происходит именно так. Рамзик. Есть хороший минус. А теперь подразмен еще и с Алмазером справляются. Погибает все пауэры. И как-то очень быстро ситуация стала 2 в 2. Бомба установлена. Очень красный Торик на планте. Бомбу поставил именно он. Живет до последнего. Нилан подхлоповал. И 28 хп у него. 7 у Торика, напомню. Фуловый фейскрэк. Выходит на этот ретейк. Китов нет. Нужно торопиться. Чекнуть справа. Здесь и Нилан как же своевременно разворачивается и ставит пулю в голову фейскрэка. 12-6 по счету двойное преимущество за Саймон. Пауза от Форс. Она им действительно сейчас очень сильно необходима. Вот это да. Конечно, ничего страшного, если Форс проигрывают. Как бы 2-0, 2-1. Выйти в плей-офф и еще будет парочка возможностей. А, ну это, кстати, возможно, пауза-то не тактическая. Просто пауза. Да, здесь вылетает один из игроков Форс. И будем ждать, пока он перезаходит. Что ж, напомню. Призовой фонд турнира Калашников Кап 2. 20 тысяч долларов. И расформированы эти деньги между призовыми местами. Очень интересным способом. Денежные вознаграждения получают только 3 коллектива. За первое место 15 тысяч долларов. За второе 3, за третье 2 тысячи. Ну, тут для команд невероятная мотивация именно выигрывать турнир. Я думаю, у Форс есть все шансы стать двукратными чемпионами Калашников Кап. Да и вообще, это классно. Двукратные чемпионы Калашников Кап. Я бы не отказался. Ну что. Ладно, ждем возвращения. Ждем возвращения. И возвращения, конечно же, пятого игрока Форс. Да и вообще, Форс в эту игру. Если мы откроем табуляцию, то увидим, что последние 7 раундов забирает Саймон. Да и вообще, из последних 8, 9, 10, из последних 11 раундов, Форс выиграли всего один. Такие вот дела. По статистике, на первую строчку выбивается Рамзик. КД-2. 20 убийств, 10 смертей. Ну и вот то самое, чего не хватает Форс. Снайпер команды Саймон отыгрывает невероятно круто. Саймон команды Форс сегодня не в ударе, мягко говоря. Опять на 16. Все еще. Не идет игра. Но это best of 1. Поэтому либо сейчас, либо уже против других соперников. И на другой карте в другой день. В 19 раунде у Форс есть скаут. Как раз таки от Кси Пауэра. И есть урон против Перфекту. Об этом, правда, никто, кроме Перфекту, не знает. Ну, его тиммейт, понятное дело. Алмайзер. Погибает первым. На шарте подсадку замечают. Саймон. Джерри. Какой прожим, интересно. Он здесь не один. Но в случае, если Торик выберет удачный тайминг, то может выйти в спину двоим и наказать их. Да. И второго он увидел. Поэтому сейчас уже Келс идет фармить свои 600 долларов. Именно так и получается. Да. Пропушили неплохо. Но, к сожалению, результат этого не столь удачный в контексте раунда. Итак, Кси Пауэр и Флит. Хотя бы что-то, хотя бы экономический дэмэдж по сопернику сейчас будет кстати. Нива получает хэдшот. Кси Пауэр навелся очень четко. Это его шестое на карте убийство. Ну, а вот Флит последний уже с ЦЗ. Хотя нет, кого-то здесь выцепить. Почему бы и нет? Он все слышит. Особенно на ближней дистанции. Но, друзья. 13-6. В трех раундах от победы Саймон. В десяти раундах от победы Форс. Кто верит в камбэк, поднимайте в чате щиты. Обязательно это нужно сделать. Я думаю, что сейчас тот самый момент, потому что, ну, это действительно уже может стать концом для Форс, если они проигрывают следующий оружейный. Денег у Саймона, кстати говоря, много. И это означает, что Форс нужно выигрывать, ну, им в принципе нужно выигрывать стрик. Так, к тому же им нужно выигрывать именно несколько антиоружейных раундов, чтобы Саймоны остались без возможности закупаться. АВП у Ксипавра, АВП у Алмазера. Три Ауга на центре. Первый будет сделан минус. Фейскрэк практически, ну, нет, как бы он даже половины ХП Нилну не снес, но это уже что-то. Джерри. Опасная очень игра. Здесь от него, но Торик вышел, не заметив даже. Джерри. Перфекта, правда, справляется с Саймоном. А вот с Фейскрэком пока что не может справиться никто. 4 на 2 для Форс. Нилан на лифтах, но кажется, Флит о нем знает или что вообще здесь происходит. Смог рассеивается и Флит не среагировал. Алмазер, правда, будет Нилну добивать здесь. Слишком просто, в спину. Рамзик последний. У него есть бомба. Молотов. Хотя бы поставить эту бомбу, чтобы 4 тысячи заработать для команды. Вполне можно попытаться. Либо тоже кого-то убить. Если он убивает кого-то, то не зарабатывает 4 тысячи для команды, но крадет, так скажем. У кого-то из Форс больше даже, чем 4 тысячи. Аккуратно пока что играет. В принципе, 100% здоровья. Рамзик здесь сможет рассчитывать на победу в этом раунде. Но Джерри так поведется лид. Ну, конечно, поведется, но очень четко. То есть тут он именно так прочекал. А теперь Рамзик уже будет ставить до конца. И, возможно, стоило еще раз фейкануть. Майндгеймс за Джерри. 13-7. Наконец-таки сбит стрик из 8 раундов. Но на этом заканчивать, конечно, нельзя. Такую уже, мне кажется, тактику от Саймона мы лицезрели как-то раньше. Четверка под Б. И один игрок неподалеку от Аплэнта. В тот раз это закончилось все-таки выходом на Б, но поздним. Уже после того, как на центре побегали через андерграунд. Вышли на мид, там все проверили. Да. И Джерри. Ух ты, решил здесь под Аркадий. Против Торика. Какой хороший хедшот. Очень важный опен фраг. А парты в итоге Саймон вообще задействовать в этом раунде не будут. Выходят через Яму. У них еще целая минута в распоряжении. Можно помочь, например, Рамзику на центре. Он здесь совсем один. Ему страшно. Может, ему-то и не страшно, но тяжело придется. Он действует. И Нилан действует. Выходит против Ксипауэра, ставит хедшот. 4 на 4. Смаки вроде как лежат. Да ладно! Джерри какие получают прострелы от Кеоза. Это было что-то незаконное. Также забирает еще и Фейскрека. Третий минус. Ну, Кеоз, кажется, разыгрался и не намерен уже отпускать эту карту. И команда Форс. На самом-то деле, довольно-таки сокрушительным может счетом проиграть. Карту Деймираж против Саймон. Он 14-7. Денег нет. Отдавать здесь 15-й или играть до конца. Неясно, действительно. Паузы мы не видим. И вот уже чуть ли не после фристайма. Форс тратит примерно половину финансов. Решают зачекать, запушить, вернее, центр. Вот это было интересно. Ну, кажется, друзья, это попахивает джи-джи. Прям очень, мне кажется, что конец карты близок. Решение было неверное. Конечно, если бы на центр Саймон не пошел никто или пошел хотя бы один игрок, но их там оказалось чуть ли не трое. И раунд без потерь закончился. Форс же, конечно, сейчас затарится уже получше. Но, друзья, 8 матч-поинтов. Ну, мап, матч здесь это неважно. Бестф-1, да, для тех, кто еще не запомнил вдруг. И 8 раундов к ряду нужно выигрывать для Форс, чтобы это были хотя бы овертаймы. Ксипауэр, хорошее начало этого камбэка, возможно. Также простреливает Келлова. И вот прострел будет здесь очень близким. К летальному. Правда, не такой уж и серьезный преимущество. А вот теперь уже можно, в принципе, и доигрывать с раунда победы. Два красных соперника, один фуловый. Вас же четверо. Думаю, что Форс примерно это даже понимает. Что Торик и Кеос битые. Ну что ж, а задача Саймон сейчас, скорее, именно задача Перфекто. Выцепить кого-то. Каким-то образом может быть поставить бомбу. Но самое главное, нанести экономический дэмэдж по сопернику. Сейчас очень хороший дэмэдж нанесли по Фейскреку. У него осталось 11% здоровья, но по итогу он может даже больше никого и не увидит в этом раунде из террористов. Нет, выход будет на А. Игрок с бомбой. Перфекто очень аккуратно проходит на шифте сейчас под эспауну. Никакой абсолютно нет информации. Но уже 15 секунд. На самом деле нужно бежать, иначе времени на установку бомбы банально не хватит. Подгорает Джерри или взрывается. Так, Фейскрека добили красного. И Джерри... А куда же он лезет-то? О нем могли на самом-то деле даже и не знать, как быстро переворачивается ход этого раунда. Я сказал, что здесь уже все шансы у Форс, чтобы его брать. Чересчур я поверил в них, исходя из... не из того, что творится сегодня. Сегодня действительно Форс дает слабину. Ну что, выйти на ретейк 2 в 2 вполне реально. Еще, а вот 2 на 1 даже более реально. Правда, бомба стоит для Перфекта очень удобно. Он с ямы закрывает Алмазера. Ну и что, Флит? Будет ли здесь... Да как же четко действует Перфекта? Прострелил и по таймингу понял, что если соперник не минирует, то он выйдет сейчас именно оттуда. 16-7. Саймон побеждают сегодня, друзья. И именно они проходят первыми, насколько я понимаю. Да, все верно. Именно они проходят первыми в плей-офф Калашников Кап сезон 2. Это классно. Поздравляем команду. Форс же желаем успеха уже в следующем их матче. Там будет... Ну, сложно сейчас предугадать, какой соперник. Все, расформируется чуть позже. Друзья, обязательно приходите смотреть будущие матчи Калашников Капа, да, и другие матчи, которые Калашников Медиа для вас комментирует. Подписывайтесь на Твич-канал. Также, друзья, не забывайте про париматч. Там можно делать ставки, а также можно получить стопроцентный бонус на первый депозит. Баннер под трансляцией кликабельный. Обязательно нажимайте на него. Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Зовут меня Сергей Фторов, Моник Лумб. Сегодня я для вас откомментировал этот шикарный Best of 1 матч. Еще увидимся, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok